Приветствую вас. Я думаю, что начать свой ответ, возможно, стоит с того, чтобы спросить у вас, что вы хотите. То есть, в принципе, что вы хотите, что вам нужно, на что вы рассчитываете, какой помощи вы хотели бы получить от специалистов. Вот, мне кажется, это достаточно важный момент, потому что, да, безусловно, нет ничего позитивного в том, что у вас эта ситуация возникла, в которой вы оказались. Я понимаю, что вам тяжело, я понимаю, что вам не по себе от этого всего, вот. Вот, но вопрос заключается в том, все-таки, все-таки, с чего вы хотите. То есть, что вам нужно, что мы можем для вас сделать, какой помощи, вероятно, вы ждете от нас, от психологов. Мне кажется, это важный момент, потому что с запроса начинается работа. То есть, вот, любая работа, да, любая работа, да, любая работа, начинается с запроса, в принципе. Поэтому, когда вы спрашиваете о том, как мне поступить, вот, в первую очередь, я прошу вас подумать о том, как поступить, чтобы что. То есть, что вы хотите получить, собственно говоря, в итоге, какой цели вы хотите добиться. Вот. То есть, мне кажется, что это очень важный момент для того, чтобы мы вам помогли. Вот. Дальше. Вы пишите, что, значит, влюбились в девочку, которая живет в другом городе. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему город, ну, тот факт, что она живет, вот, в другом городе, является, ну, скажем так, ограничением, да. То есть, вот, почему вы воспринимаете, как ограничение того, что она живет в другом городе. Почему вы не воспринимаете, например, возможность, допустим, встречаться с ней. Почему вы не воспринимаете, допустим, переехать к ней в город, в ее город. Да. То есть, вот эти все вещи, они вами такое впечатление, что игнорируются. То есть, вы как будто, знаете, вот, может быть, не готовы брать на себя ответственность за, ну, за девочку. Как будто вы не готовы брать ответственность, как будто вы боитесь чего-то. То есть, я не знаю, конечно, да, я, безусловно, не знаю и не хочу говорить о том, чего не знаю, но, вот, пока что получается так. Пока это получается вот так, что вы просто боитесь чего-то. Может быть, боитесь, что не получится, может быть, боитесь, что у вас отношения не сложатся с ней и так далее. Да? Вот. А также, не совсем понятно, как девочка относится к вам, исходя из того, что вы описываете. Что, если вы ей нравитесь, то, что вы ее любите, это понятно. Речь идет о ней. Нравитесь ли вы ей, как она к вам относится, хочет ли она с вами быть. Вот. Это, мне кажется, такой важный момент, на самом деле. Момент важный, но, вами он практически не раскрывается, то есть, безлюдетно, он вами вообще не раскрывается. Совсем. И мне кажется, что сделано это абсолютно не заслуженно, потому что отношения строят двое. Отношения строят двое людей. И, соответственно, вам нужно разобраться, за что, собственно, боретесь вы. И есть ли вообще борьба, есть ли вот этот вот элемент борьбы. Вот. Потому что, может быть, девушке это и не надо. Ничего, да? То есть, может быть, девушка и не хочет быть с вами. Вот. Ну, то, что отсутствует вот этот элемент, то, что отсутствует элемент девушки, то, что вы говорите только о себе, это, конечно, достаточно такой настораживающий момент. Вот. Скажу честно, потому что дается такое впечатление, что вы один. Что дается такое впечатление, что отношения строите, ну, только вы. И всё. То есть, девушка вообще не участвует в отношениях. Хотя это, ну, это как бы очевидно, что не так. Да? Очевидно, что девушка выстраивает отношения с вами, в том числе. Очевидно, что она участвует в отношениях. Очевидно, что она, как бы, что-то решает. Вот. И этот момент нельзя не учитывать. Обязательно, в любом случае. Вот. Вы пишете, что не можете девушку отпустить. Вы пишете, что не можете девушку отпустить. Я бы хотел, конечно, несколько более поподробнее этот момент раскрыть. Вот. А именно, а именно, именно, что значит, что значит, вы не можете отпустить девушку. Да? То есть, что это означает? Что значит, вы не можете её отпустить? В чём здесь проблема? В чём проблема отпустить девушку? Допустим. В чём проблема для вас? Вот. Мне кажется, что на это, на это нужно обратить внимание. То есть, если есть проблема, да, то она, эта проблема, в том числе, ваша. И нужно обратить внимание на то, что у вас проблема, да, и взять ответственность на себя за то, что происходит. Вот. Значит, что вас с девочкой объединяет, я думаю, что это очень важный момент, что связывает вас с девочкой, потому что, если вы этот момент раскроете, если вы этот момент нам, то есть, если мы поймем, что вас связывает с девочкой, то, возможно, будет легче дать вам какие-то рекомендации, как и что делать, потому что какая-то непонятно. Какие чувства испытываете вы? То есть, вы, к примеру, ревнуете ее, допустим, вы, к примеру, чувствуете себя как-то, может быть, покинуто, может быть, есть какие-то еще аспекты, ситуации, вот. То есть, это тоже нужно обязательно все рассмотреть, вот. Если у вас есть чувства к ней, я имею ввиду к девочке, и если чувства сильные, вот, то в таком случае, ну, нужно бороться, нужно бороться за свое счастье. На свое счастье придется бороться, так или иначе, и вопрос заключается в том, готовы ли вы, хотите ли вы, вот. Сознайте, другое дело, если у вас отношение исключительно на расстоянии с девочкой, вот, другое дело, если у вас отношение исключительно на расстоянии, вот. В таком случае, конечно, вас объединяет достаточно мало, и вы, в общем-то, не видите особо, за что вам бороться вообще, в принципе. Вот. В таком случае вас понять можно, в таком случае вас можно, безусловно, понять, почему вы задаете такой вопрос. Но, опять же, здесь проблема в том, что вы не можете отпустить девочку. И невозможно допустить девочку, говорит о том, что у вас есть определенные желания по отношению к ней. Вот. Есть определенные желания, и вопрос заключается в том, что это за желание конкретно. О каких конкретных желаниях идёт вообще речь, в принципе. Вот. Что есть? Чего вы хотите от девушки? Что вам нужно от девушки? И так далее. Вот. Мне кажется, что это всё очень важные аспекты, на которые вам необходимо обратить своё внимание. Вот. На которые вам необходимо делать акцент, чтобы понять, как вы чувствуете себя дальше. Вот. Ну и, естественно, если с девушкой у вас есть общение, то идеально будет, если вы как-то вот с ней обговорите вообще, как она видит будущее, как вы видите будущее. Вот. Своё, её. Это очень тоже такой важный момент, если мы говорим, говорим именно о вот, ну, о контексте, о контексте данных отношений. Вот. Я думаю, что примерно так можно вам ответить. Я думаю, что примерно такой можно дать вам ответ на ваш вопрос. Значит, вот у вас довольно пораженческое настроение здесь. Вы пишите, что... Я думаю, я понимаю, что это не получится, потому что мы живём в разных городах, да, но... Как бы, города это не проблема. Скорее всего, как бы, корень лежит именно в вашем отношении к ней. В готовности или в неготовности что-то делать для того, чтобы быть вместе. Условно говоря. Условно говоря. Вот это, эээ, да. Это куда... ну, куда более важный момент, на самом деле. Эээ, поэтому так, подумайте, эээ, подумайте, что вы хотите. То есть, если, например, вы хотите, чтобы у вас поменялось отношение к девушке, то, соответственно, это один момент. Одно направление, одна направленность работы. Если вы хотите, допустим, всё-таки быть с ней, и хотите, чтобы мы помогли вам, допустим, быть с ней, да. Ну, чтобы вы сделали всевозможное. Это другой вариант работы, другое направление. Работаем. Вот. Так что подумайте, выберите для себя тот, кто в своём душе, и я полагаю, что можно начать консультироваться. по данному вопросу с любым из специалистов, который вам придётся подращать. Эээ, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.